Тор, склеенный с проективной плоскостью, это на самом деле три проективной плоскости. У нас фактически есть шестиугольник. Дальше ваши Х, И, И, Х с чертой, И, И, Х с чертой. Здесь и есть в некотором смысле серединка вот этого, то есть вот этой точкой, и серединка вот этой. Давайте проведем этот отрезок и, соответственно, его обозначим. Скажем, сверху он будет называться на цель, а для той, что снизу, он же будет называться на цель с чертой. Отлично. И теперь давайте склеим. Интересный вопрос, по какому отрезку мы это будем склеить? По. Смотрите, что мы делаем. Мы сейчас вот этот многоугольник отражаем относительно стороны С. Нижний многоугольник превращается в такую вот трапецию С. Потому что раньше было С с чертой, а при отражении оно превратилось в С. Раньше было А, оно превратится в А с чертой. Раньше было У с чертой превратиться в У. Было Х с чертой превратиться в Х. Отлично. И вот этот многоугольник мы должны склеить сюда. И так вот повернуть и привернуть. Давайте я здесь нарисую то, что получится. Получается Х, У, дальше идет С. Это я нарисовал то, что было. И теперь я привисовываю вот этот вот повернутый. А дальше У. И в конец С идет У. Отлично. Теперь я стираю склеившиеся А с чертой. И у меня получилось новое слово. А именно СХУ, СХХ. Ну, ребят, про это мы уже все знаем. Здесь нет ни одной буквы с чертой. А если нет ни одной буквы с чертой, значит это коллективная грузкость. Другой вопрос, сколько их штук? Ну, вообще-то можно про или в характеристике посчитать. А можно просто сделать ту процедуру, которую мы сегодня уже делали. Помните, в самом начале мы с буквами. Давайте вспомним, что надо сейчас сделать, чтобы объединить, например, букву С с буквой Ц. Я хочу, чтобы вот это слово, в котором у меня только буквы ЦХ и У, превратить в АА, БВЦЦ, что-нибудь такое. В три проективные грузкости. Я утверждаю, что мы это научились делать. Надо вспомнить, как мы это делаем. Какой разрез делать сейчас? Для того, чтобы объединить буквы Ц. От начала левого ИКСа до конца верхнего Ц. Пусть это будет некий отрезок Д. Хорошо. И склеим по ИКСу. И так, это будет здесь, это будет Д, соответственно, здесь будет С4. Так, и склеим по какому букву? По ИКСу. Склеим по ИКСу. Хорошо. Теперь здесь делаем ИКС, здесь делаем С. Правильно? Мы этот треугольник переворачиваем. Теперь я беру вот этот треугольник, поворачиваю туда и приставляю. Соответственно, теперь я могу всю эту дополнительную часть убрать. Потому что, мало ли, я там все уклеил. И у меня получилось следующее. Д с чертой, Д с чертой. Игрек. Здесь Ц, здесь Игрек. Здесь Ц с чертой. Господа. Это бутылка, склеенная с поэктивной плоскости, то есть три поэктивных плоскости. Конечно. Да. Я хотел бы обойти без вот этих наглядных представлений, а, что называется, идти по нашему доказательству. А идти по нашему доказательству в данном случае уже совсем легко. Потому что на этой картинке Д с чертой есть два разряда. Но у нас еще есть две буквы одинаковые, которые здесь присутствуют. А именно Игрек и Игрек. Согласны? Это значит глотокусую, да? Тогда С превратится в С с чертой, а Е с чертой превратится в Е. Игрек и Игрек с чертой. Игрек получит свою черту, потому что отразили. Так, Игрек у нас, значит, идет вот сюда, да? Потому что он сейчас с чертой. Замечательно. И теперь мы вот эту картинку должны представить сюда. То есть мы берем вот так вот ее и сюда приставляем. Это значит, что здесь получается С с чертой, а здесь получается Игрек. Так, отлично. Отлично. Теперь я должен убрать вот этот низ, потому что отсюда отрезок туда приставили, да? И должен убрать Игрек, потому что оно исчезло. Ребята, вот получается замечательная вещь. С с чертой, С с чертой, Д с чертой, Д с чертой. А здесь Е, Е, Д с чертой, Д с чертой, С с чертой, С с чертой. Теперь осталось просто убрать везде черточки. То есть одновременно УВД убрать черточки, одновременно УВС убрать черточки. Ввести новое обозначение. И мы получаем ту, те самые, великая темная густость. Все? Ну, тогда давайте повторяем этапы доказательства. Был важный этап объяснения того, что АА с чертой можно в этом украсить. Следующий этап, что можно считать, что все точки, это, на самом деле, на этаже точка. Ну, еще до этого был этап, что все многоугольники мы склеили в один многоугольник. Дальше была работа по объединению букв, если они, это буквы АА, объединялись. После этого работа по объединению вместе, если есть где-то А, Б, А с чертой, Б с чертой, объединение в сторону. И вот этот вот момент, что проективная плоскость вместе с тором, это то же самое, что внутри проективной плоскости.